МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он принял первый рейс с оборудованием и болидами для королевских гонок. Роста цен на отдых в Сочи летом не будет. Об этом сегодня заявили власти курорта, а турагентства опубликовали свои опровержения. Займы до зарплаты обсудили на Госсовете под председательством президента России. Вадимир Путин отметил, необходимо навести порядок в сфере микрофинансовых организаций. Средний годовой процент в таких организациях, где предлагают одолжить до зарплаты, впечатляет даже ничего не смыслящих в экономике. До тысячи процентов. Глава государства отметил, такая жажда наживы бьет все рекорды. 800 процентов по займу в 30 тысяч рублей на срок до 30 дней, что составляет более 600 рублей расхода граждан на ежедневное обслуживание такого займа. В случае, если заемщик на протяжении года не выполняет своих обязательств. Это действительно известная бабушка из Достоевского. Она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками. А это уже кадры из Сочи. И на этом видео, разошедшемся в интернете на прошлой неделе, мэр Сочи требует разобраться с договором аренды и обращается к потенциальной клиентке микрофинансовой организации. До этого глава курорта не раз встречался с владельцами торговых площадей и просил отказывать в аренде помещений сомнительным компаниям, предоставляющим так называемые быстрые деньги. Именно потому, что зачастую такой заем оборачивается потерей имущества. И как глава города, Пахомов выступил в интересах всех жителей курорта. Речь о повышении финансовой грамотности населения идет и на традиционных встречах мэра с сочинцами. Так, с 1 января законодательно введены ограничения по процентам. К примеру, если человек взял в долг 5000 рублей и просрочил оплату, то вся сумма, которую с него имеют право требовать вместе со штрафами, не должна превысить 10 тысяч рублей. Сегодня в Анапе губернатор Краснодарского края экстренно созвал региональную комиссию. По чрезвычайным ситуациям обсуждали ликвидацию последствий крушения сухогруза. Сохраняется угроза разлива нефтепродуктов в море. По данным Морского координационного спасательного центра, на момент, когда судно затонуло, на борту было около 30 тонн дизельного топлива. Вениамин Кондратьев вместе с главой краевого управления МЧС посетил пункты мониторинга в Анапе. Работают 9 таких бригад. Спасатели на берегу и с вертолетов следят за акваторией. Губернатор также провел селекторное совещание. По информации МЧС, пока никаких нефтяных пятен на поверхности моря не обнаружено. Я требую, чтобы, Юрий Николаевич, вы обеспечили все мониторинговые группы, все необходимые техники и средства для того, чтобы качественно осуществлять поиск в случае, если вот это масляное пятно есть. Обеспечьте всеми необходимыми техническими также средствами и материалами для того, чтобы это пятно можно было извлечь. И третий момент, все необходим для того, чтобы его можно было утилизировать. Вот этот горючий смазочный материал, по большому счету масло, и не важно, что это будет, топливо. Так, чтобы было, в первую очередь, безопасно, и мы не нанесли вред экологии побережья. В районе 18 часов все-таки прогнозируем поворот ветра и течений в сторону моря. Поэтому при самом наихудшем положении прогноз выхода этого нефтепродукта на берег очень незначительный. По прогнозам синоптика, ветер в месте крушения сухогруза стихает. Это серьезно поможет в поисково-спасательных работах. А в Адлиле снова сгорел дом. На улице перелетный пожар случился в 5 утра. Месяц назад там сгорел дом номер 5. В этот раз заполыхал номер 7. Местные жители, по словам городских блогеров, уверены, что это поджог. Пламя удалось потушить к 7 утра. В сгоревшем доме никто не проживал. Но теперь за себя боятся жильцы соседнего дома номер 1. Там заселено 12 квартир. Напомню, что помимо двух вышеперечисленных зданий на перелетной в прошлом году пострадали от огня еще два дома номер 3 и 9. В Сочи сегодня прошли учения на случай землетрясения. Тренировки городских служб организовали в рамках командно-штабных учений, которые сегодня проходят по всему краю и стране. По какому сценарию развернули учения в центральном районе Сочи, расскажет Ольга Десятого. Площадкой для отработки действий на случай землетрясения стала школа номер 2. Это место выбрали не случайно, ведь зданию одной из старейших школ Сочи более 100 лет. По сценарию учений в городе случилось землетрясение магнитудой до 7 баллов. В школе начинается эвакуация. По легенде, здание получило повреждения. Разрушена крыша, стены и перекрытие. На место первое прибывает городская служба спасения. Спасатели поднимаются в разрушенное здание. В школе есть пострадавшие. Лестница завалена, поэтому мальчика спускают через окно третьего этажа. После на носилках уносят в безопасное место. К школе подъезжает скорая помощь. Пострадавших детей несколько. Медики им оказывают всю необходимую первую помощь. Мы укололи ее, обезболили. Сейчас зафиксировали. То есть фиксируем. И вызываем на себя вторую бригаду для того, чтобы транспортировать детей на госпитализацию. Все остальные дети и педагоги, а их из школы эвакуировано около 400 человек, в это время ожидают в безопасном открытом месте. Кому необходимо, здесь же специалисты оказывают психологическую помощь. Другие в ожидании приезда родителей пьют воду и горячий чай. Все для того, чтобы минимизировать полученный от природного катаклизма стресс. Была задействована служба спасения администрации города Сочи, отдел полиции центрального района, полк ДПС, скорая помощь, сотрудники администрации центрального района. Проверяется наслаженность взаимодействия всех органов, отвечающих за чрезвычайные ситуации в центральном районе. Учения прошли без сбоев. Все службы выполнили свою задачу. Кстати, эту тренировку провели в рамках командно-штабных учений, которые сегодня проходят по всей стране. Школа просто сейчас участвует в командно-штабном учении, которое проводится в Краснодарском крае. А так, раз в квартал обязательно проводят учения, вернее, тренировки. И один раз в полугодие проводятся учения. Но стартовавшие сегодня учебно-тренировочные мероприятия продлятся в крае два дня. Подобные учения сегодня проходят во всех районах Сочи, но разворачиваются в каждом по своему сценарию. Если в центральном районе это было землетрясение, то в остальных все городские службы будут отрабатывать свои действия на случай бытового или лесного пожаров, а также подтоплений. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи прошла операция «Грузовик». Ее цель – профилактика нарушений в сфере перевоза крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Такие профилактические рейды показывают, что, к сожалению, многие компании-предприниматели игнорируют требования законодательства, что зачастую приводит к ДТП. Сотрудники дорожной полиции останавливали для проверки абсолютно все транспортные средства, попадающие под категорию грузовых. Без внимания не остались даже машины коммунальных служб. Серьезных нарушений ПДД в ходе рейда не выявлено. Протоколы в основном составляли за неисправности тахографа и внешних световых приборов в отсутствие брызговиков. Госавтоинспекторы также проверили путевую документацию и работы системы «Платон». Аэропорт Сочи сегодня принял первый грузовой рейс с оборудованием и болидами для гонок «Формулы-1». Воздушные ворота курорта в четвертый раз принимают специальные рейсы крупнейшего международного соревнования. Сегодня днем в сочинский аэропорт прибыл чартерный рейс следующей столицы королевства Бахрейн. На борту «Боинг-747» в Сочи доставили груз общим весом около 135 тонн. Это оборудование и болиды для проведения гонок «Формулы-1». Все упаковано в специальные большие контейнеры. Их загружали с помощью поддонов, вмещающих до 7 тонн груза. Контейнеры с гоночными болидами и оборудованием доставили в специальную зону таможенного контроля в аэропорту Сочи, где расположен мобильно-инспекционный досмотровый комплекс. С помощью данного комплекса осуществляется досмотр прибывших товаров, осуществляется его рентген, с помощью рентгеновских лучей осуществляется просвечивание и делается вывод, соответствует прибывший груз или не соответствует. После прохождения всех пограничных и таможенных формальностей груз направят на автодром. В следующие три дня аэропорт Сочи примет еще пять грузовых рейсов с оборудованием для королевских гонок. Ну а последний рейс с дополнительным грузом прибудет в Сочи 26 числа. Впервые аэропорт принял оборудование и болиды для дебютного Гран-при России в 2014 году. В 2016-м, в период подготовки и проведения третьего этапа гонок Формулы-1, аэропорт обслужил около 100 тысяч пассажиров, а также почти 700 рейсов. Добавлю, что Формула-1 в Сочи пройдет с 28 по 30 апреля. Роста цен на отдых в Сочи этим летом не будет. Об этом сегодня заявили власти курорта. Опрасть на отдых в местах размещения останется на уровне прошлого высокого сезона. Подробности у Татьяны Говорковой. Популярность отдыха в Сочи с каждым годом растет. Особенно сейчас, во время сложной политической обстановки за рубежом. Российские туристы все больше отдают предпочтение внутреннему туризму. На хороший спрос туроператоры и агентства готовы предоставлять отличные предложения. В Сочи, например, идет активная работа по формированию единого пакета, где помимо размещения включены трансфер, питание, экскурсии и ряд других интересных для гостей услуг. Наш город занимает лидирующие позиции по конкурентоспособности, что совсем не на руку другим курортам. Отсюда и появляются разного рода информационные провокации. Так, например, накануне в интернете были опубликованы материалы о якобы скачке цен в 30% на отдых в сочинских отелях. Авторы опирались на некоторые данные системы онлайн-бронирования и турагентства. В мэрии эту информацию официально опровергли. Это не так. К примеру, два из этих туроператоров Туи такую информацию не предоставляли. Коралл Тревел вообще по городу Сочи имеет минимальный номерной фонд и работает на выезд. Мы предполагаем, что данная информация носит характер провокационный. Также появилась информация о загрязнении нашего моря. Мы можем сказать, что эти фотографии сделаны год назад. В это время мы завозили гальку, и это загрязнение носило естественный характер. На сегодняшний день море чистое и готово к приему наших отдыхающих. Убедиться в этом можно и сегодня. Из окна одного из отелей, расположенного на первой береговой полосе, открывается шикарный вид бушующего, но чистого моря. Высокий сезон это место пользуется большим спросом, и руководители отеля утверждают, завышение цен на размещение не будет, а незначительный подъем вполне закономерен. В прошлом году у нас стоило двухместное размещение стандартного номера 7200, в этом году поднялись на 10 процентов, 8 тысяч. В связи с тем, что дорожают коммунальные услуги, и мы готовы предоставлять гостям скидки, тоже в размере 10 процентов. Сегодня же утром опровержение своих публикаций дала и ассоциация туроператоров, а некоторые информагентства их вовсе удалили. Незначительная разница в ценах на отдых на курорте в ряде объектов размещения этим летом связана с изменением концепции и их статуса, а также с переходом на систему «Все включено». В Сочи более тысячи мест размещения как топовых отелей, так и частных гостиниц, и они по-прежнему сохранили тарифы прошлогоднего «высокого сезона». Татьяна Говоркова, Михаил Дубиднин, телекомпания ФКТ. К слову, сочинские гостиницы еще и проверяются на безопасность. Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с представителями городской администрации провели очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. В соответствии с федеральным законом граждане России, находящиеся долгое время в гостиницах, должны получить регистрацию. Администрация же таких средств размещения обязана в течение суток после прибытия гостя предоставить заполненные анкеты в отделении адресно-справочной работы. Иностранных граждан также ставят на учет в УВД, а после отъезда гостя снимают с миграционного учета. Мы требуем от всех представителей гостиничных комплексов заключение соглашений с УВД Краснодарского края для оперативного обмена необходимой информации о поселившихся гражданах как Российской Федерации, так и иностранных туристах. За нарушение правил регистрации предусмотрены серьезные административные штрафы. От 25 до 750 тысяч рублей. Прошедший рейд нарушений не выявила, однако полиция намерена регулярно проверять сочинские отели и мини-гостиницы. Подведены итоги деятельности Совета в ТОС Краснодарского края за 2016 год. Зональное совещание прошло в Анапе. Там дали оценку работе общественных активистов. ТОСовцы участвуют в работе административных комиссий, в рейдах народных дружин, в обсуждении бюджетов поселений посещают неблагополучные семьи, занимаются благоустройством своих микрорайонов и сел. И участвуют в крыльевом конкурсе ЗСК. Из 66 Советов ТОС города Сочи лучшими названы Солоняки, Малахон и ТОС села Красная Вуля. Победители получили денежное вознаграждение в размере 500 тысяч за второе место 300 и 200 тысяч за третье место. Эти деньги мы направим на благоустройство детских площадок, освещение, ремонт дорог, которые нам срочным образом нужно отремонтировать к летнему сезону. Я считаю, что это для всего района. Честно говоря, это первая премия на наш район за время существования ТОСа. Я считаю, что мы неплохо поработали, достигли этого. Я очень рад, горд. Эта вся сумма будет потрачена полностью на благоустройство детской площадки, которая находится в центре нашего села. Мы следуем лозунгу «все лучшее детям». Поэтому не будем отклоняться от этой главной нашей линии. Все, что мы делаем, это делаем мы для детей. В этом году по решению законодательного собрания края будет увеличен призовой фонд и уже будут выбирать из Сочи четыре лучших совета ТОС, а не три, как прежде. По поводу Сочи, прекрасный опыт взаимодействия ТОСов с властью, во-первых, потому что глава поддерживает многие инициативы и мне понравились учреждены даже награды ТОСовцам. А на выставке специально организованной фойе театра Анапы все участники совещания могли познакомиться с деятельностью ТОСов, победителей. В этом году в России были представлены не только отдельные фотоработы, но и целые альбомы с хроникой. Елена Овсецна, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Зеленая весна 2017. Под таким девизом 22 апреля в стране состоится «Всероссийский субботник». Самое активное участие в нем примет и Сочи. Организацию экологического субботника глава города Анатолий Пахомов сегодня обсудил с представителями отрасли образования. Также на повестке ДНИА антитеррористическая безопасность курорта. В последнее время городские субботники не обходятся без так называемых бюджетников. Население Сочи неохотно выходит наводить чистоту на своих улицах и во дворах. Теперь же, подчеркивает градоначальник, привлекать учителей и медиков к уборке города будут крайне редко. И 22 апреля тот самый случай, когда общественно полезным трудом горожане должны заняться сообща. Курорт готовится к пляжному сезону. Уже в мае начинается череда событийных мероприятий. Самое время провести генеральную уборку. Фронт работ уже известен. Сотрудники санаторно-курортной отрасли приведут в порядок рекреационные зоны своих объектов. Строители – своих баз. А руководители школ, в том числе спортивных, детсадов и учреждений доп. образования вместе со своими коллективами поработают метлами на территориях детских учреждений. Поддержать учителей решили и сами школьники, а также их родители. Директора школ – это прежде всего хозяева. Уже потом они педагоги, потому что все-таки директор – это администратор. И задача администратора – чтобы фасады были классными. И это важно. И почему мы такое уделяем внимание именно надлежащему состоянию как раз детских дошкольных учреждений школ? Да потому, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо. Вот здесь, в детском саду, администрация города, администрации районов будут обеспечивать транспортным, бесплатным вывозом мусора. Когда еще можно воспользоваться таким? В Сочи синоним слова «субботник» – экология. Глава города просит учителей проводить с детьми экологические уроки. И не только словом, но и делом заботятся о чистоте родного города. Еще одна приоритетная задача – это безопасность. В рамках программы «Антитеррор» необходимо усилить работу тех же ЧОПов, отмечает начальник управления образования. Этот вопрос Владимир Давыдов берет на личный контроль и планирует проверять работу охранников детских учреждений как рано утром, так и поздно ночью. Конечно, в преддверии праздников майских все мы должны быть четко понимать, что все объекты образования должны быть под надежной охраной. Ну а на Всероссийский субботник от отрасли образования планирует выйти 8 тысяч человек. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Старые могилы сочинцы заваливают мусором. На центральном кладбище добровольцы разобрались десяток свалок и мест захоронения. На могилы своих покойных родных Карина Вартанова приходит часто. Старается всегда поддерживать порядок. Даже самые мелкие ветки и листочки бережно собирает, выбрасывает в контейнер. Чего не скажешь о соседних могилах. Многие из них уже просто погребены под кучей мусора. Таких стихийных свалок на центральном кладбище насчитались десяток. И разбирать их сегодня придется волонтерам и сотрудникам городской администрации. Из-под кучи слежавшегося мусора достают табличку с призывом «Не мусорить». К словам, очевидно, не прислушались. Это что, не объявление? Просьба, мусор выносить в дороге. На 50 гектарах земли центрального кладбища около 90 тысяч захоронений. Примерно одна треть – это старые могилы, за которыми уже никто не ухаживает. Именно эти объекты, как правило, и становятся местом для сброса листвы и веток. Как здесь, из-под кучи мусора показывается крест – детская могила 70-х годов. Тех, кто устроил здесь свалку, не остановил даже этот факт. Какие уж там таблички и предупреждения. Видимо, рассчитывали на то, что кто-то придет и наведет порядок. Однако такие обязательства лежат на плечах близких и родных. Вынос мусора из секторов – это задача граждан, которые убирают мусор, которые убирают могилы своих родственников. Это их прямая обязанность. И на основании положения похоронном деле обязанность лиц ответственности за захоронение наводить порядок могил и вокруг захоронения. Эту кучу, как и десятки других, сегодня уберут. Организаторы надеются, что порядок среди захоронений теперь наступит надолго. 1 мая в Сочи состоится праздничное шествие, посвященное празднику весны и труда в России. В 10 часов колонны двинутся от Зимнего театра по Курортному проспекту. Традиционно маршрут шествия пролегает до площади на Южно-Малу Морпорта. Первомайский парад станет причиной изменения схемы дорожного движения. Площади у Зимнего театра и на Южно-Малу будут закрыты для движения машин с 9 утра 30 апреля до часу дня 1 мая. А непосредственно в праздничный день с 10 до 13 часов перекроют курортный проспект и прилегающие к нему улицы. В центральный район в это время можно будет попасть через улицу Фабрициуса. Также в это время на основных и прилегающих к маршруту шествия улицах будет усилена работа эвакуаторов. А 27 мая в Сурче состоится ежегодный карнавал. На подготовку осталось чуть больше месяца, но этого времени мало, уверяют дизайнеры. Карнавал – идеальный повод показать себя во всей красе. У костюмеров дел не в проворот. Наряды готовят от национальных до экзотических. Шляпа – символ карнавала 2017 года. К нему даже придумали шуточный лозунг «Не прошляпить лето». Дизайнер Ольга Поспехова создала десятки уникальных моделей. Чем сложнее, тем интереснее, подчеркивает она. Форма и отделка шляпы должны дополнять весь образ. Все модели тестируют друзья. Даже муж не остается в стороне. У меня есть платье бальное, белое, красивое. И будет большой кокошник. Также у меня будут участвовать друзья. Перуанцы, мексиканцы будут в костюмах. Мариачи, группа Лара Марка из Перу. Они прекрасно играют и тоже пойдут в карнавале. Ряды иностранцев пополняют представители Америки, Испании и Нидерландов. Речь о редких породах лошадей. Их также готовят к шествию. Ежедневные репетиции проходят в конном театре. Наездники, каскадеры вместе с животными готовят трюки. Технику безопасности все равно нужно соблюдать. Сзади к лошади не подходить, за хвост не дергать, по ушам не стучать. Но, тем не менее, в принципе, лошади очень адекватны. Даже к таким реакциям они готовы будут. На карнавал артисты с лошадьми переместятся прямо из классического средневековья. У наездников костюмы от мастеров, которые создали наряды для съемок российского фильма «Викинг». Рыцари наденут доспехи, возьмут в руки мечи и щиты. «Твой карнавал, твой восторг, твой Сочи» – так назвали шествия в этом году. По традиции оно начнется от зимнего театра. Колонны пройдут по главной артерии города – курортному проспекту до площади Южного Мола. По ходу следования будут расположены зрительские зоны. В дореволюционное время, ну, так называемые зачатки карнавального движения уже начинались на Верхней Приморской набережной, когда как раз в летний сезон там собирались, там были такие массовые сочинские народные гуляния, которые, мы считаем, были прообразом нашего карнавала. До открытия сезона осталось чуть больше месяца. Каждый житель и гость Сочи может внести лепту в праздник. Для этого надо стать участником проекта «Навстречу карнавалу». Заполнить анкету в социальных сетях и ответить на несколько вопросов, касающихся организаций и проведения шествия. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Вечер арфы. В зале органа и камерной музыки в пятницу состоится концерт арфистки из Москвы Анны Шкуровской. Сегодня у нее была репетиция с сочинским симфоническим оркестром. Анна Шкуровская постоянно гастролирует по городам России, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Архангельск и вот теперь Сочи. В те филармонии, где арфы нет, приходится возить ее с собой. Но в Сочи инструмент есть, правда, перед репетицией потребовалась настройка, чтобы арфа зазвучала мелодичнее. Да, она же очень тонкий и такой, знаете, инструмент чувствительный на погоду. Часто расстраивается. Струны эти все у нас, вот они живые. Их надо подстраивать. А познакомилась Анна с арфой в пять лет и, говорит, ее судьба, как арфистки, была предрешена еще до рождения. Мечта мамы, чтобы дочь наслаждалась волшебными звуками солирующей арфы. А теперь и сочинцы услышат голос этого инструмента. Звуки арфы в органном зале – редкость в музыкальной жизни нашего города. Нынешний приезд – это программа с симфоническим оркестром. Это музыка французских композиторов, которые тоже, безусловно, самые красочные, самые какие-то романтические палитры нам представляют. Впереди у нас планы в громадье. Анна будет выступать и с вокалистами, и с флейтой, и со скрипкой. Но сейчас это музыка великих французских композиторов Мориса Равеля, Клода Дебюсси и Марселя Кранджани. Анна – выпускница Российской академии музыки имени Гнесина, лауреат международных конкурсов, любит новые программы. Сочинцам уже знакома ее игра на арфе совместно с органом. Теперь неподражаемая арфа впервые прозвучит в сопровождении сочинского симфонического оркестра. Елена Овситсина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершение информация от партнеров программы «Стоматология» «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывают все виды стоматологических услуг. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Кабешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.